Библейский портал экзегет.ру представляет Монархия, Саул, еще такой не очень удачный царь, потом великий царь Давид, его сын Соломон, а потом постепенный-постепенный упадок, но это не значит, что всегда ровное движение, как при любой такой сложной истории возникают и провалы, и пики, и вот накануне окончательного провала у нас небольшой пик. Это история царя Йошии, 22 глава. Йошия воцарился в возрасте 8 лет, он правил в Иерусалиме 31 год, совсем маленький мальчик, да, и вот интересно, до этого упоминался царь Минаши, он в 12 воцарился, да, ну такое ощущение, что какая-то связь все-таки есть, если подросток, то там уже другая жизнь, а вот малыш, он 8-летний, он все-таки еще очень гибок, и, видимо, попал в хорошие руки царь-ребенок. Итак, воцарился в возрасте 8 лет, правил в Иерусалиме 31 год, имя его матери было Едидам, дочь Ада из Боцката, его поступки были верны в очаг Господу, он шел по стопам правца Давида, не уклоняясь ни вправо, ни влево. На 18-й год своего царствования царь Йошия, значит, соответственно, 26 лет, вот уже не малыш, да, уже вполне юный, дееспособный мужчина, царь Йошия послал песца Шафана, сына Ацалиевнуха Мишулама, в храм Господня с таким повелением. «Ступай к великому священнику Хилке и вели переплавить все серебро, пронесенное в храм Господень и собранного народу привратниками. Пусть передадут его подрядчикам, назначенным для Господнего храма, и пусть они расплачиваются им с работниками, ремонтирующими храм Господень, плотниками, строителями, каменщиками, а также пусть приобретают древесину и тесанный камень для починки храма. Не надо требовать отчета за то серебро, у них пусть будут на доверии». Тоже важный принцип, как и до этого, когда говорилось про ремонт храма, что вот там просто дается серебро, и человек сам перед Богом отвечает, вот этот лишний контроль в данном случае не нужен. Не факт, что никто нигде ничего не воровал, но вот все-таки так это тогда воспринималось. Ну и отношение к храму – это отношение к Богу. Храм – дом Божий, как они его понимали, соответственно, если царь заботится не о том, чтобы у него было много всего, там роскошный дом, много жен, посуда, одежда, там кони, удовольствия всякие, а заботится о храме, значит, это царь, который действительно верен Богу. Великий священник Хилкия сообщил Песцу Шафану. «Я нашел в храме Господнем свиток закона и передал его Шафану, чтобы он его прочитал». Ну да, нашел в храме свиток закона, и если зайти в какую-нибудь церковь, там нетрудно будет найти Библию. Но посмотрим, что дальше произошло. Оказывается, это сенсация была. Песец Шафан пошел тогда к царю дать отчет. «Твои слуги переплавили серебро, какое нашлось в храме, и передали его подрядчикам, назначенным для Господнего храма. И еще сообщил Песец Шафан царю, что священник Хилкия передал ему книгу. Шафан прочитал ее перед царем. Когда царь услышал слова, записанные в книге, вот здесь на секундочку остановимся, мы нашли в храме книгу закона, говорит Песец Шафан царю. Давай-ка я тебя прочитаю. И царь впервые услышал книгу закона. То есть до чего надо было им дойти, чтобы они про этот закон просто забыли. Они не то что отправились его искать и наконец нашли его там в одном из храмовых помещений, да. А когда стали ремонтировать храм, ну когда вот ремонт в квартире делаем, находим там на антресоле какие-то абсолютно, не знаю, там старинные елочные игрушки, коньки какие-нибудь там, из которых давно выросли дети, газеты 50-летней недавности, они книгу закона вот так нашли, да. То есть оказывается на закон всем давно уже было наплевать. И когда-то оставленный в храме список, там его задвинули, куда-то засунули, так что только во время ремонта он выплыл наружу. Вот мне кажется, этот эпизод, он лучше всех прочих эпизодов показывает, что собственно произошло с иудейским народом. Ну и как же царь Хилкея отреагировал? Да, и кстати, сразу замечание, мы не знаем, что конкретно они нашли тут закон. Конечно, для нас это пять книг от бытия до второзакония, но такое ощущение, что не все пять, может быть, это книга второзакония, да, потому что именно эта книга из пяти книжек содержит именно свод законов. Остальные много переставательного материала тоже. Итак, Шафан прочитал ее перед царем. Когда царь услышал слова, записанные в книге, он разодрал свои одежды. Ну, знак траура, скорби или гнева даже какого-то. То есть, что же мы делаем, как же мы далеко ушли от закона. Затем царь повелел священнику Хилкея, Ахикаму, сыну Шафана, Ахбору, сыну Михаея, Песцу Шафану и царскому слуги Осайи. «Ступайте, вы просите Господа за меня, за народ и за всю иудею» про слова этой найденной книги. «Вели гнев Господний, разгоревшийся на нас за то, что не послушали правоцы наших слов этой книги, не исполнили написанного в ней». Значит, видимо, есть какое-то общее ощущение у Хилкея. Вот, говорится, он шел путями Господними и так далее. Ну, старался как мог, вот как он это все понимал, наверное, какая-то память у народа оставалась, не то, что не совсем одичали. Но вот тексты закона уже никто не знал, он в руках даже не держал к тому времени. «Священник Хилкея, Ахикам, Ахбор, Шафан и Асаи пошли к пророчице Хульде, жене Шалума, сына Тихвы, внука Хархаса, хранителя одежд, сколько странных имен, но неважно, хранителя одежд, который жил в другой части Иерусалима, и поговорили с ней». Пророчица. Интересно, что и женщины выступают в этой роли, в которой мы почти всегда видим мужчину. Никакой разницы нет, абсолютно. Она отвечала им, «Вот, что велит Господь, Бог Израилев, передать тому, кто послал вас ко мне. Скоро я наведу, говорит Господь, бедствие на это место и на его жителей, по слову, записанному в книге, которую прочитал царь Иудейский, за то, что оставили меня, воскуреют иным богам, прогневляя меня всем, что только они делают. Пылает гнев мой неугасимый, пойдет он на это место». Значит, найденная книга уже, судя по всему, не может изменить хода событий. Она служит как такое напоминание. Знаете, как вот присылает там банк должнику письмо, где он указывает согласно пункту, договора, вы обязаны. Это просто напоминание, что согласно тому договору, завету, который заключил с Богом народ иудейский, пришла пора расплаты. Не удивляйтесь тому, что будет. «О царю иудейскому, пославшему вас упросить Господа, передайте, что говорит ему Господь, Бог Израилев. Ты услышал эти слова, и смягчилось сердце твое. Ты склонился пред Господом, когда ты узнал, что я обещал этому месту и жителям его ужасы и заклятия. Ты разорвал свои одежды, рыдал предо мной, и я это услышал, говорит Господь. Поэтому тебе я позволю покоиться с правцами, ты с миром сойдешь в могилу, и не увидят твои глаза бедствия, которые я наведу на это место». Так они и передали царю. Горькая, на самом деле, участь царя, в данном случае царя, который, как и некоторые другие цари, как Хиския, как тем более Давид, и не царь Йошия, горькая его участь быть свидетелем того, что все катится в пропасть, и не быть в состоянии этого остановить. Хотя, кажется, он попытается сделать хотя бы что-то. Об этом следующая 23 глава. Продолжение следует...